Каждый вторник, четверг и субботу Энджей Иксанова выезжает за молоком. Ее семья занимается этим 30 лет. Эдакий семейный бизнес, если бы не одно но. Уже год, как он, не приносит ничего. Последний год уже выше 18 уже нет. И молоко хорошее, и мало, потому что спрос должен быть много, поэтому это нереально, что в зиму молоко на такую цену, это вообще. В подворье Зинатулиных осталась одна корова. И зарезать жалко, и кормить накладно. Каждое утро она дает по ведру молока. Литр у них в Кугеево принимают за 17 рублей. Здравствуйте. Здравствуйте. Приехали? Да, конечно. Молоко нужно? Свежая, надуяная. Но так буренка себя даже не окупает. Сколько затрат уходит на корма, и сколько уходит трудов человеческих. Поэтому, мне кажется, нет. Привычный сбор молока сегодня это 10-12 бидонов раз в двое суток. Но еще три года назад эта цифра доходила до 24 и 25. Сегодня столько просто не сдают. Цены упали катастрофически низко. В середине зимы, когда молока не так много, оно должно расти в цене почти за бесценок. Его отдают в Камском устье. Литр стоит 17, в Буинске 16, в Муслюмове 15 рублей. Ниже некуда. Молоко уже на 5 рублей дешевле, чем в прошлом году. Для сельхозформирования Татарстана это потеря более 400 миллионов рублей денежной выручки в месяц. Хотя в магазинах, конечно, молочной продукции дешевле не стало. За прибыль в Минсельхозе будут бороться объемами. Если будут загружены молокозаводы, то по прогнозам и цены на молоко падать не будут. А вот сами фермеры ищут других закупщиков. Как вариант кооперативы. Между сборщиками молока обыкновенными составляет разница в цене до 6 рублей. А если это работает через сельхозяйственно-потребительские кооперативы, то разница, труд должен быть оплачиваемый, разница составляет от 2 рублей 30 копеек до рубль 50, потому что они договариваются. Пока же селянам советуют торговать самим, ввести в микрорайоны городов и устанавливать свои цены. Рамиль Шайдулин, Ринат Сафин, ТНВ, Зеленодольский район, Казань. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова